Все могут думать там, что я какой-то блатной. Я, видимо, русскому человеку не напоминаю никого. Я не пью и выгляжу не угрюмо. Про текст вашу вот эту сцену скандальную. Мы, видимо, и сейчас ее будем обсуждать. Уж какой-то стресс был для нас, Кристина, ее снимать. Поставил спасение, у меня есть к нему масса вопросов. А вы обзор «Бэткомедиана» видели? Конечно, да. Вы пилите бюджеты. Русское кино плохое. Ха-ха, на ваши деньги сейчас мы сварганим тут кинцо, а сами полетим отдыхать потом. Данила не крал никакие идеи из Чернобыля, HBO. Мы ничего не крали из картины «Ход королевы». Да, у нас что-то не получается, но мы всегда постараемся сделать это искренне. Просто не Диана это диктовал тогда, а какой-то клон Дианы. Имеет значение только твоя семья, твой ребенок, который живой, который из тебя состоит. Классно было бы, если бы у нас доска была, и мы с вами параллельно играли бы в шахматы. Это было бы очень интересно. Вас, кстати, натренировали? Ну вот мы как раз бы это и проверили. Ну что, погнали? Вас часто сравнивают с Робертом Паттинсоном. Вы в глянце снялись и все писали, ну это просто реинкарнация Роберта Паттинсона. А он умер, что ли? Ну нет, имеется в виду, что про реинкарнацию живого Паттинсона. Русская, так скажем, версия. Дима Матвеев, актер театра-студия театрального искусства, больше похож на Роберта Паттинсона, чем я. Имеется в виду не просто сходство внешнее, когда органика вот такая особенная. Еще бы режиссеры меня звали, как его зовут, братья Севди, там сниматься в таких фильмах я был бы вообще счастлив. А вы, кстати, однажды сказали, что вы хотели бы как Паттинсон сами звонить режиссеру. Я позвонил, да, кстати, я сказал и так сделал. Я написал. Типа вот снимите меня тому режиссеру, который... Да, я Балагову написал, Кантемиру, что я хочу у него сниматься. Но вас вырезали из... Да, меня вырезали. Хотя сцена была, на мой взгляд, очень классная. Также вы позвонили кому, Найшулеру? Написал Найшулеру, он до сих пор не посмотрел. Там у меня не прочитано написано, не стал открывать даже. А нельзя как-то не было найти выхода на него? Я пришел к этому режиссеру фильма «Джокер» Тодду Филлипсу. Я думал, что раз у меня галочка есть, я ему напишу в директ. Он увидит, что какой-то человек с галочкой написал. Наверное, может быть, он что-то говорит про его картину «Джокер». А я ему написал, что... Тодд, не могли бы вы Полу Томаса Андерсона попросить меня попробовать его фильмы? Он тоже не ответил, не прочитал. Забавно. Да, да. Ваня, вас до сих пор называют многие перспективным артистом. Вроде бы и «Два золотых орла», и премии «Кинотавра», и «Актер года» по версии «Джикью». Почему так происходит? Видимо, ко мне как к Ди Каприю относятся. Ну, глупо смотреть на момент наград каких-то, потому что награды, видите, в нашей стране, к сожалению, не дают ничего, собственно говоря, кроме того, что это очень приятно. Но это не убеждает людей в том, что, мол, вот он, раз у него там «Орел-1-2», там премия «Джикью» или там еще какие-то награды, что он уже, мол, наверное, не перспективный, а какой-то состоявшийся. Это общественное мнение, и бороться с ним, мне кажется, очень глупо. А было ли у вас хоть одно интервью, где бы вам не задавали вопрос про семью, про династию, про принадлежность к роду Янковских? Может быть, и было, кстати. Нет, вот последнее интервью для кинотеатра, которое я дал, там касательно семьи вопроса не было, я сам вышел в ответ, взяв какой-то кусок из отношения к своей семье. Скорее всего, вас-то это уже раздражает, потому что когда в каждом интервью вас подводят к тому, что вы принадлежите к такой известной династии, а с другой стороны интервьюеров и аудиторию понять можно? У меня в последнее время, я часто слышу, начали сравнивать с дедом. Если сравнивают, наверное, я имею право быть сравнимым. Если сравнивать уж с Олегом Ивановичем, то я в этом сравнении готов быть вторым до конца. По поводу кумовства. В сознании среднестатистического обывателя есть такое представление, что если актер или там кто угодно, очень много лет даже Ксения Собчак отбивалась от этих нападок, что вот у нее известный отец. Она уже там 20 раз всем все доказала, что она одна из самых известных медиаперсон в стране. И уже, мне кажется, ей таких вопросов уже и не задают. Но такое чувство, что она все равно продолжает, покоряя новые вершины, как бы немножко вот эту историю прорабатывать. И с одной стороны, вроде бы очевидно, что если нет таланта, то ничего не произойдет. Много же детей известных, фамилий. А с другой стороны, у обывателя какое представление? Наверное, там по звонку что-то решается, какое-то кумовство. Вот как на самом деле это все происходит? Если эту роль играет лучше на пробах и чувствует лучше какой-то другой артист, неважно, какой он фамилии, тогда он ее играет просто. Поэтому здесь это же бизнес все-таки, как-никак. Это деньги, это определенные риски. Поэтому здесь такого нет. Ну, тут история в чем? Вот, например, допустим, да, там вам или кому-то другому, даже вот стартовые условия, если были другие, там, нежели там с кем-то провинциальным начинающим артистом, старт стартом, но дальше-то все равно должно, если нет. Ну да, я вам и про старт могу рассказать. Вы знаете, на самом деле... Что и Серебренников вас не взял в АМХАТ? Ну, это как бы не то, что старт. Вы знаете, я на самом деле очень проблемный был ребенок. Все могут думать там, что я какой-то блатной, какое-то есть определенное общественное мнение насчет того, что, мол, ему там проплачивают роли. Я сталкивался действительно с таким мнением, о чем вы сказали. Но это все полная глупость. Такого не бывает, быть не может я. Мне никогда ничего не давалось просто вот как бы вот на это тебе. Казалось бы, что, ну, со стороны, я понимаю, что внутри это одна ситуация, но со стороны кажется абсолютно там, да, благополучная семья с такими родителями. Филипп Янковский, Оксан Фандер, дед великий. Вы продолжаете династию, и тоже все сложилось. Из-за того, что ты, как бы, условно говоря, особенный, а это считается особенностью, если у тебя такие родственники, родители, ты, ну, на тебя все скидывают постоянно. То есть ты больше других должен отвечать за свои поступки, за свои действия, за учебу в школе. С тебя больше спрос. Моя сестра в прекрасном интервью изданию «Блюпринт» называла это харассментом. Считайте, что нас харассили за то, что у тебя фамилия, за то, что ты, мол, вот, значит, ну, не такой, как мы. У тебя дед такой, родители там. Вы же наверняка учились в какой-то хорошей школе, где было... В обычной школе я учился, в общеобразовательной школе номер 23, которая сейчас находится за моим домом, где я живу. Вы подписаны на какие-нибудь телеграм-каналы? Да, на многие, конечно. В основном они все связаны с кино. Сравнивали вас и Шахназарова, тоже известный отец, и достаточно влиятельный. Но вот нет какого-то вот этого нерва, нет фактуры. Иван снял картину полуметражную. Он как режиссер еще. У него вообще другое образование. То, что он, ну, что-то делает в актерстве, это его личное дело и право. Не хочу быть в ситуации того, что вот он, значит, меня считает таким и какой-то я горячий, а он нет. Опять же, они свое мнение транслируют. То есть они могут себе позволить говорить о том, что он может быть классный парень, но вот какого-то вот этого актерского нерва, если нет, то ты хоть что делай. Любые стартовые условия, да, они как бы, ну, они не помогают в этом смысле. Если талант очевиден, то не имеет значения, династия не династия. У меня нету ни одной народной роли. Но у вас типаж. Это неважно, какой типаж у меня. Ну, очень сложно представить, что вы играли какого-нибудь деревенского, разухабистого алкоголика, так скажем. Потому что у вас типаж... Я не он, да, безусловно. У вас типаж человека, которого ВОК в Жак Мюсс и в Бальман снимает для своих фотосессий. Сегодня очень откликается большинству история так называемого маленького человека. Вот как в Джокере Акакевич времен Гоголя. Это все-таки был не герой того времени. А сейчас это приобретает особое значение. Сегодня очень стало популярно говорить о своих страхах, фобиях. Сегодня там тему абьюза очень используют широко. Раньше это скрывали и считалось, что это немножко стыдно. Во времена Советского Союза, казалось бы, вот тогда такие герои должны были появляться. А посмотреть сплошь тогда на актеров советских, которые были в обойме, помимо Янковского, Смоктуновский, Евстигнеев, Тихонов, они все интеллигенты. Действительно так и есть, да. Сегодня, чтобы вот эта всенародная слава случилась, то есть надо либо угадать, показать свои слабости, это несчастный, гонимый. Вот, например, роль Петрова в тексте. Человек бесправный, безвольный. И каждый чувствует, вот я тоже так себя ощущаю в стране, в обществе, перед системой. И людям это откликается. А когда вот такой красавец, как вы, себя они-то в этом не видят? Ну, извините, я тот, кто я есть, я никогда не был другим человеком. Вы в одном тоже из интервью сказали, что посмотрев, по-моему, Серебрякова у Дудя, да? Да, да, да. Мне очень понравилось это сравнение, когда вы сказали, что почему откликается образ Серебрякова? Ну, Юра сказал так, что вы, Алексей, русскому зрителю напоминаете себя. Поэтому он вас так любит. Вы, как бы, как он сказал, вы пьете. Вы такой угрюмый. Угрюмый, да. И вы напоминаете русскому человеку себя. Ну, вот я действительно подумал, что я, видимо, русскому человеку не напоминаю никого. Потому что я не пью и выгляжу не угрюмо. Вы в нескольких интервью говорили, что вы, ну, во-первых, очень много отказываетесь от сценариев, если там, например, даже название вас может смутить, там какой-нибудь божий одуванчик, да, вы видите, и, значит, нет. Нет. Или там героя зовут Степка, Славка. Ленька, да. Ленька там, да, вот это все. Да, это уже нет. Вот что еще для вас критерий того, что это не ваша роль, и вы ни при каких обстоятельствах за нее не возьметесь? Ну, текст, который персонаж произносит, как он общается, как это написано. Я не могу вот играть там Леньку и решать вопрос, во сколько включат горячую воду в доме или там еще какие-то бытовые вопросы. Мне кажется, кино должно тебя преподнимать из быта. Не всегда это получается, и в моей карьере вы можете посмотреть. Я у Юрия Быкова играл заводчанина, но благо Юрий Быков – это большой автор, большой режиссер. Роль была интересная на сопротивление. Все-таки какой я, да, в рабочий завод. Уверена, многие из вас хотели бы дать ребенку иностранное образование, но это непросто – отправить своих детей учиться в другую страну. Сложности могут возникнуть с финансовым вопросом или с иностранным языком, да и расставаться с ребенком на такой долгий срок очень тяжело. Но если иностранное образование для вас очень важно, а финансовый вопрос стоит остро, то почему бы не попробовать отдать своего ребенка на обучение в иностранную школу онлайн? Во-первых, дети сразу приступят к изучению иностранного языка, а во-вторых, онлайн-обучение в разы дешевле, чем если отправлять ребенка за границу. Educate Online – уникальный проект, с которым качественное зарубежное образование стало в разы доступнее, чем кажется, без стресса, с комфортом и интересом для ребенка. Educate Online – это полноценное среднее образование в школах США, Канады и Европы для детей в возрасте от 4 до 19 лет. По итогу обучения ваш ребенок получит официальный аттестат, с которым сможет поступить в любой вуз мира. Кроме того, он может совмещать обучение по программе Educate Online с обычной школой и после выпуска получить два аттестата – иностранный и российский. Более того, все школы, с которыми сотрудничает Educate Online, имеют аккредитацию. Проект Educate Online помогает подбирать учебные заведения, разрабатывает индивидуальный план и курирует ребенка на протяжении всего обучения, а также готовит к вступительным экзаменам в зарубежные вузы и помогает с поступлением. По-моему, это крутая возможность, что с Educate Online можно обучать ребенка английскому языку с самого детства. А еще дети могут выбрать и изучать более 60 предметов – от робототехники до бизнеса. Мне нравится, что Educate Online дает пробный урок, чтобы понять, насколько вам подойдет такой формат обучения. 40 минут с аккредитованным преподавателем из Англии или США. Если вы хотите узнать о проекте больше, переходите по ссылке в описании. Понятно, что это оплачивается все, но это для меня не заработок. Я хочу поиграть роль, мне надо заработать деньги, поэтому я все хочу сыграть везде. И здесь что-то в этой роли найти, в которой мне предложили. И здесь, и здесь, и в этой роли что-то найти. Мне это совершенно не нужно. Для меня это очень такой тяжелый труд, который часто соприкасается с очень сильным разочарованием и с очень сильной каким-то перестройкой сознания или еще чего-то, что не всегда комфортно и приятно. Для вас актерство – это же основной источник заработка. Безусловно. Говорили, что вы будете Вронского играть Ване Карениной, и это оказалось так логично. Потом мы все узнали, что утвердили роман Васильев. Я думаю, что роман ближе всех к этой роли. И он ее играет. Сыграл уже, по-моему, ребята закончили съемки. Поэтому я думаю, что там все прекрасно сложилось. Когда составляют списки привлекательных молодых или не очень молодых актеров, сейчас начинают вас очень активно в эти списки включать. Что вот Иван Янковский, Козловский, Петров. Актеры от этого открещиваются и говорят, что как будто звание секс-символа и привлекательного мужчины – это автоматический знак равенства, что это так себе актер. Хотя мне кажется, это совершенно не значит. Это значит только то, что больше какой-то коммерции, возможно. Возможно, возможно. Почему от этого так хочется откреститься? Ну и вы тоже. А я не открещиваюсь, я же не секс-символ. Меня никто не называет им. Я хорошо живу. Видите, во мне сомневаются постоянно. Я перспективный все время. Секс-символ Мишуков. Я думаю, что я все-таки не секс-символ. Я не хочу отбирать у Володи эти позиции. Володя очень счастлив в этом. Глупо как-то собирать мнение о себе. Не читаете? Нет, до меня доходит что-то, безусловно. Читаю, прочитываю. Когда мне что-то присылают или я на что-то натыкаюсь, стараюсь я, конечно, этого не делать. Я не думаю, что в этом есть смысл жизни и смысл профессии читать комментарии про себя, делать выводы из каких-то плохих комментариев на свой счет и тем более из хороших. Я уверен, что и под вашими видео, передачами, с кем вы встречались, тоже пишут о том, какая вы замечательная. Не всегда. Не всегда. И про меня тоже пишут, что он перспективный. И про вас тоже, что вы не всегда. Но вы же как-то не открываете бутылку вечером от этого и горестно выпиваете. Нет, я наоборот очень радуюсь. Вот и я. И мне тоже радостно, что я в этом не принимаю никакого участия. Ну а чье мнение для вас авторитет? Вот кто... Родителей, жены, отца, бабушки, друзей. А к кинокритикам вы прислушиваетесь? Ну... Ну вот вам важно, что может Антон Долин или Зина Бронченко написать? Зина, кстати, насколько... Ну и Зина товариществом, да. Она считается таким едким автором и сложным человеком. Она считается одним из самых талантливых авторов, которые есть у нас в стране. Ну вот мнение, например, там Долина, Зина Бронченко для вас имеет значение? Или все-таки, ну, это частное мнение для вас исключительно? Антон и Зина — это очень осмотренные люди, которым, ну, выпадает честь огромная ездить за рубеж и смотреть мировое кино на лучших европейских фестивалях. У меня нет такой возможности, к сожалению. Хотя бы я мечтал съездить на крупный кинофестиваль со своей картиной, в которой я принял участие как артист или которую я снял как режиссер. У них эта возможность есть, поэтому они видят лучшее кино в мире от крутейших авторов. Естественно, у них вообще другие вкусовые параметры восприятия всего этого. Иногда я их слушаю, когда это отзывается во мне, их мнение о чем-то, о моей работе или о фильме. Когда это резонирует со мной, я согласен. Когда это со мной не резонирует, я не согласен. Очень просто все. На Ютубе есть популярный канал «Еще не поздно». Да, есть. Однажды у меня просто тоже был героем на моем канале Николай Цискорица и «Еще не поздно». И он очень интересную мысль Николай транслировал. Он сказал о том, что он вообще не знает, кто такой Антон Долин, и он вообще не понимает такую профессию, как кинокритика. Я знаю, кто такой Донелли, я знаю, кто такой Рязанов, я знаю, кто такой Ларс фон Триер. А почему я должен знать Антона Долина? Зачем мне это знать? Почему мне про кино кто-то должен объяснять, хорошее оно или плохое? То есть я должен почувствовать свою какую-то эмоцию, как любой зритель. Да, абсолютно верно. Это все очень индивидуально. То, что не нравится им, вполне может понравиться зрителю. Или то, что зрителю не нравится, может понравиться им. Из того, что в вашей творческой биографии хвалили, хвалили Топи очень, у него хороший рейтинг на кинопоиске, хвалили вашу работу в тексте. Но было много и поводов для критики, в том числе... Даже, кстати, когда вам GQ дал «Актера года», очень многие возмущались. Почему? Потому что за тот год, за который заслуги ваши суммировались, у вас вышел «Союз спасения». «Союз спасения» — это еще поза прошлая. Поэтому он никак не мог входить в ощущения. Ну, как-то так посчитали, что это за него. А он такой у вас сомнительный проект, который не всем пришелся по душе. Ну, понятно, это как бы что-то делать. Не-не, у меня есть картины, которые мне... Ну, так скажем, у меня есть к ним вопросы. Ну, какие это картины? Ну, к примеру, фильм «Ночные стражи», у меня к нему очень много вопросов. Опять же, с фильмом «Союз спасения» у меня тоже есть к нему масса вопросов, потому что ощущение было, что немножко в другом фильме я снимаюсь абсолютно. Те сцены, которые я играл на французском языке, и французский, который я учил специально, чтобы показать Михаила Бестужева-Рюмина с интересной другой стороны. Это все не вошло в кино, к сожалению. Сейчас, правда, выйдет сериал, который это дополнит все, и там больше материала. Но как бы не та картина вышла, которой я планировал, что она будет. Вы снимались в фильме, думая, что это будет история про витальных молодых людей, которые пусть трагически закончили. Я думал, что это будет история про пацанов, которые хотели изменить страну в лучшую сторону после того, как они победили во Франции. И они как бы... Про это мы будем рассказывать историю. Вышла такая ура патриотическая... Вышло чуть-чуть не то. ...памфлет, так скажем, о том, что... Смысл его в чем, что любая оппозиция – это как бы обречено на провал, на неуспех, и пытаться типа и не стоит. Если бы я все это монтировал, и был бы я создателем всего того, где я снимаюсь, наверное, я бы это все делал по-другому. Но я артист, я играю роль, я не могу отвечать за весь итоговый результат, к сожалению. Но вам кажется, это проблема монтажа? Потому что снимали... Нет, подождите, вообще очень много всегда в кино, даже не много, а все делает монтаж в кино. Монтаж – самое важное из киноприспособлений, монтаж. Кино рождается на монтаже. То есть, как я вам говорил, я снимался в одном фильме, мне казалось, что это про одно, но смонтировать эту историю, донести до зрителя можно так, что ты потом будешь как бы удивляться и не понимать, почему она так выглядит. Хотя изначально ощущения от нее были другие, посылы будут. Да, и вы рассказывали о том, что там много лишений было на съемках, вот эта вот зима, вы там погибали, вы же искренне верили, что вы в таком хорошем, серьезном проекте принимаете участие. Да, не могу ничего сказать вам, к сожалению, потому что само у меня это тоже конечный результат этой картины не устраивает. Я хотел бы все-таки ее немножко по-другому видеть. В прошлом году мне довелось много поездить. Но, как вы понимаете, по понятным причинам это были поездки преимущественно в пределах России. И, если честно, многие города для меня открылись с очень неожиданной стороны. Все-таки здорово, когда местные гиды показывают не только туристические избитые места, но и редкие, о которых знают не все. Нет, у меня не в каждом городе страны есть друзья, но есть один любимый сервис, с которым доступны интересные места более чем в 50 городах. Кто давно подписан на мой канал, знает, что я пользуюсь Двагис. Двагис – это не просто подробная карта, справочник или навигатор. Одна из удобных функций этого приложения – путеводитель, который доступен при скачивании карты города, поэтому им можно пользоваться даже в офлайне. То есть даже без интернета всегда будете с картами и помощниками. Причем это реально полезные помощники, а не просто карты и навигаторы. Вот, например, что Двагис предлагает посмотреть в музеях Москвы. Здесь вы найдете не только популярные выставочные залы, вроде Третьяковки или Пушкинского, но и такие андеграундные площадки, как Бункер 42 и ГЭС-2, где можно познакомиться с тайными страницами истории России или прикоснуться к современному искусству. Вся информация доступна с адресами, расписанием и даже стоимостью билетов. Так что, если в ближайшее время вы собирались куда-нибудь по России и не знали, чем себя занять, устанавливайте Двагис по ссылке в описании и проводите время с пользой. А вы обзор Бэткомедиана видели? Конечно, да. Конечно. И как вам? Весело, смешно. Хороши также исполнители второстепенных ролей, за некоторым исключением. И мы пригласили только талантливых артистов. Не талантливых мы не приглашаем. Кстати, в Союз спасения он у меня вообще ничего, никакого внимания не видел. Да, особо не обратил на нас. Вообще никакого. А вот когда он смотрел и рассуждал на фильм «Ночные стражи», то он хорошенько по мне прошелся. Я считаю, это абсолютно правильно. Но мне не обидно. Я же сам вижу все и понимаю итоговый результат. Если итоговый результат достойный, и обсуждать нечего, и обозревать нечего, тогда он и не выпускает. Правильно? Мне кажется, не очень вообще правильным иметь вот такую, знаете, позицию того, что ты можешь просто нарезать фильм и обозревать его как-то очень в таких тенденциях, как делает это Евгений. Ну, это его авторский взгляд. Да, вы понимаете, но, к сожалению, он-то молодец. Но вот люди, которые это смотрят, огромное количество народу, они автоматически его слушают, не разбираясь сами. То есть они даже это кино сами не смотрят, потому что они знают, что Женя его будет обозревать. А очень многие так и делают, да. Они посмотрели обзор и идут в кино. Вот, поэтому это очень для нас проблемно, для кинематографистов нашей страны. Я уверен, что если бы... Это важно, действительно важно. Вот мы все с вами рассуждаем насчет того, что кино в плохой ситуации, но мы же с вами сами его и топим, кино. Мы его не смотрим. Мы изначально имеем кино, какое-то мнение, которое нам кажется, значит, есть, исходя из трейлера или отношения к определенной студии, или мы это смотрим и сразу думаем о том, что вот Женя это будет обозревать, это точно плохо, и мы тогда это посмотрим и убедимся в этом. Это очень все очень неправильно. Поэтому мы же сами себе, как зритель, а вот есть определенная линия, зритель-создатель. И в момент просмотра фильма это сталкивается в центре, и мы становимся одним комком энергии. Мне кажется, это очень все неверно. Мне кажется, это неправильный путь. Вы видели, в Голливуде очень много неудачных картин, блокбастеров тоже, огромное количество. А есть ли какой-то бэткомедиан в Америке, который сидит, и мы на Ютубе смотрим его обзоры, и они используются дикой коммерческой популярностью, и за его мнение все держатся? Нет. У них есть «Золотая малина»? Это неважно, это шуточная премия, к ней никто не всерьез не относится. Хотя эту «Золотую малину» очень многие хорошие фильмы получают. У Николаса Кейджа несколько «Золотых малин», у Николаса Кейджа также есть «Оскар» за лучшую мужскую роль, поэтому, в принципе, это шуточная награда, которой Джаред Лето номинировался на «Золотую малину» несколько раз, хотя он блестяще большой артист. Это серьезно нельзя воспринимать. У великих актеров даже у Олега Ивановича Янковского есть фильмы, которые он не любил, типа «Китайского сердца». Да, не любил. Поэтому я продолжу, потому что мне это действительно важно сказать про вот этот момент потопа. Нельзя к этому так относиться. Нужно как-то найти другую структуру понимания между создателями и зрителем. Не такую обидную, больную и какую-то шероховатую, когда все плохо, вы говно, вы пилите бюджеты, бла-бла-бла. Русское кино плохое, опять вы 25, мы будем это обозревать и смеяться над вами. Ха-ха-ха. Ну, это неправильно. К сожалению, в наше время от человека остается только его интернет-лицо. То есть мы понимаем про человека не… Сейчас как вот мы с вами общаемся, другую руку понимаем лично. А вот мы можем мнение создать из-за обзора, из-за странички в Инстаграме, как ее ведет определенный человек, как он в Фейсбуке, что он пишет, что он выставляет. И так складывается образ какого-то интернет-персонажа, но ни в коем случае не тебя как человека. Человек – это живое. Это живое общение, живые ощущения. А на вот этот хейт, критицизм диванный, обиды в сторону авторов, и мне кажется, это очень нас всех как-то тормозит. Я, ну, может быть, и не прав, но мне кажется, надо как-то поддерживать и быть. Сами же все об этом переживают и говорят о том, что мы там то опять украли, никто никого, ничего не крал. Данила не крал никакие идеи из Чернобыля, HBO. Мы ничего не крали из картины «Ход королевы». Вообще мы узнали о том, что она выходит в момент съемок. И так вышло просто, что… А теперь люди думают, вот они украли. То есть мы за три месяца сняли фильм и выпустили его, да? Не, ну подождите, у вас реальная история в основе лежит, а «Ход королевы» – это все-таки… Ну, это зрителю, это непонятно. Он же как, ой, про шахматы русские сняли опять. О, а что было про шахматы? «Ход королевы». О, это русские опять, значит, хотят за американцами угнаться. Не, в смысле, а кому, если не русским-то про шахматы сняли? Я с вами полностью, Надежда, согласен. Но не все так думают. Общественное мнение, оно откуда берется? Из-за… От тех людей, которым общественное мнение верит. В данном случае это Женя. Вот, значит, теперь все ждут Жени на обзор. Значит, он что-то сделал такое, чтобы такой авторитет завоевать. Он что сделал? Сделал сотни разборов на русское кино. Смешно, с юмором. И он мастер своего дела. Так же, как Зинаида, мастер слова. И Антон, мастер. И все мастера. Ну, тут видите… Во-первых, на Ютубе сейчас, в принципе, вот посмотрите, какие выстреливают форматы типа ЧБД, когда идет разнос чего-то или кого-то. Это все как-то жрелось. Мне кажется, мы неправильно находимся вообще в понимании. Такое трансферение. Лучше все пусть садгуру смотрят и лучше становится. И душевно, и ментально, и вообще как-то глубже. Это как отдушины в эпоху диджитала, когда кого-то, во-первых, найден очень такой формат, отзывающийся, что кого-то разносит. Так что в этом хорошего-то и радостного? Плюс Женя постоянно о чем и говорит, что… Что на наши деньги. Да. Это тоже очень у многих откликается, потому что… Ну, мне, например, тоже всегда были неясны критерии. Думаю, а как вот выбирают, какому фильму дать? Это все известно тем людям, которые там в совете. Я не знаю. Я не в совете. Я не знаю, как они выбирают. Так же, как я не знаю, почему они определенную тему выбирают для съемок. Я не участвую в этих обсуждениях. Я лишь актер, который хочет сыграть роль определенную. И стать лучше, как человек, как личность, вырасти, понять что-то про жизнь. Все. Я остальное вообще не знаю, правда, как принимаются решения наверху, что лучше снять, про кого, где, что. Не ко мне вообще. А, кстати, было такое, что какой-то обзор бы от комедии на посмотрели, прямо от души посмеялись и подумали, вот классно, что он об этом сказал. Ну, я видел много его обзоров. Они действительно смешны, они профессионально сделаны. Он талантливый человек. Но как бы я просто… Давайте поймем тогда. Обзоров же много было уже. И, в принципе, он об одном и том же постоянно говорит. Но, видимо, выводы не делаются, что ли, чтобы он больше не делал обзоры или как. То есть как бы его задача какова, чтобы мы… Во-первых, найти, где исторической достоверности не было, где киношные ляпы, где там… Мы как бы должны прислушиваться к этому, смотреть и как бы делать выводы. То есть если он продолжает делать эти обзоры, видимо, мы выводы как кинематографисты не делаем. Я не знаю просто, честно, какова задача опустить нас, обидеть или… Мы всегда… Я просто мы говорю. Почему? Потому что я в данном случае за всех отвечаю сейчас, за людей, которые делают кино в России. Я как актер про это сейчас говорю. У нас никогда нет задачи зрителя обидеть и расстроить. И как бы «ха-ха! На ваши деньги сейчас мы сварганим тут кинцо, а сами полетим отдыхать потом, а вы говно смотрите». У нас такого нет вообще отношений никогда. И не было, и не будет. Всегда, когда мы что-то делаем, мы хотим зрителя пригласить на наше кино в кинотеатр. Мы дико расстраиваемся, когда все идут на американский фильм, а на наш не идут. Особенно, если это кино большой формы. Мы очень обижаемся. Мы хотим всегда вас порадовать. Да, у нас что-то не получается. Да, мы не правы. Да, где-то мы соврали. Но мы всегда, по крайней мере я, стараемся сделать это искренне, честно. И рассказать вам историю, которая вам должна быть по духу намного ближе, чем какая-то американская история. Про текст. Ваш приход на Урганта с Кристиной Асмус посмотрели 6 миллионов человек. Это один из рекордов программы «Вечерний Ургант» на Ютубе. Ничего себе. Но вы там, правда, обсуждали в основном вашу вот эту сцену скандальную, да, так ее называли? Да, мы, видимо, и сейчас ее будем обсуждать. Вот. Ну, немного, да, совсем. Вы ожидали, что так бомбанет? Да нет, конечно, мы не ожидали. И в первую очередь все это бомбануло из-за ситуации с Голуновым. И когда эта ситуация возникла с ним, и у нас кино выходило буквально через три месяца, по-моему. Мы не знали, что это так будет все. Что так совпадет это и социальный резонанс, и что вот эта история с этой сценой. Это как бы, так мы назовем, эротическая сцена, хотя, по сути, это такое, ну, это практически домашнее порно такое получилось. Вы считаете, что она была художественно оправдана, эта сцена? Я понимаю, что это вопрос к режиссеру в первую очередь. Это было написано, во-первых, в книжке же, эта сцена, поэтому это все художественно оправданно. Слушайте, человек живет жизнью другого человека через телефон. Естественно, он погружается в какие-то тайны и в какие-то вещи, в которые не стоило бы погружаться. Может найти то, что он не хотел бы увидеть или, ну, что, так скажем, не очень можно показывать. Поэтому это все, мне кажется, правильно. Я тоже, честно говоря, меня удивила то, что такая реакция общественности была. Почему реакции нет на то, что Моника Белуччи и Винсан Кассель, Переход, Гаспар Ноэ, почему нет реакции такой? Про необратимость? Где реакция? Не, ну, была, была реакция тогда. Какая реакция? Не помню, что это. Это же давно было. Ну, неважно, реакция, ничего-то такое. Какая-то реакция, что-то такой вопросов не было. Сейчас просто во времена диджитала все процессы ускорились и где-то гиперболизировались, так скажем. И получилось так, что, мне кажется, речь даже не о том, что у нас ханжеское общество. Но меня, безусловно, удивило, что Кристина так затравили, конечно, после выхода этого. Ну, я не очень понимаю тоже, почему, как бы, и она что, заслужила травлю в свою сторону? Из-за того, что она профессионал, артист, и как бы играет роль, и это ее работа, или как? Многие говорят, почему она не использовала дублершу, например, да, там, или многие же актеры... Ну, это так мы изначально вроде с Климом не задумывали, что это будут дублеры. Ну, не было желания какого-то у режиссера на монтаже сократить эту сцену как-то, и не обсуждали вы такие варианты? Нет, это важная сцена очень. Видите, это настолько важная сцена оказалась, что мы, как бы, до сих пор... До сих пор ее обсуждаем. Ну, да, поэтому зачем нам так? Вы, главное, все должны понять, что там ничего в этой сцене нет такого, что могло бы у вас, как бы... Нет, меня, когда я посмотрела фильм, ничего там не поразило. Но потом, когда случился хайп после, я ее пересматривала после, пересматривала до нашего интервью. Ну, уже сейчас в контексте вот того, что вокруг этого происходит, конечно, я уже как-то на это по-другому смотрю. Тогда я посмотрела, ну, сцена, очень достоверность. Ну, да, это должна была быть достоверная сцена. Уж какой стресс был для нас, Кристина, ее снимать, как бы, ну, или как? Все думают, что это типа мы... А был стресс ее снимать? А что, как это? Веселье-праздник, что ли? Ну, я не знаю просто, как это происходит, но... Нет, ну, это, конечно, безусловно, это не самые, так скажем, такие сцены, приносят тебе удовольствие и счастье. Это все-таки как-то, ну, какие-то интимные вещи, которые... Не сказать, что ты в этом плаваешь, как удовольствие. Это сложно все очень. Ну, да, суть в том, что Кристине досталось после этого, ее бывшему супругу досталось ему, там, он и героем мемов стал, и ему какие-то там прозвища придумывали. И сейчас уже, когда они развелись, никому не докажешь, что они не из-за этого развелись. Ну, то есть, как бы, это имело какие-то последствия. Вот сейчас, если бы вам предложили съемку подобного рода, как бы вы сейчас бы к этому отнеслись? Вы знаете, я сейчас уже немножко другой человек, если можно сказать, немножко. Я обсуждал с женой своей тот же вопрос, который вы сейчас задаете, и, как бы, вроде я сказал, ну, да, не, нет, наверное, но, опять же, то есть, что за сцена, а, кто режиссер, б, и что за сценарий, б, вот это, я думаю, было бы самым важным. Если это что-то, где это лишь бы вот как-то показать, какие мы смелые и какие открытые, и как вот мы вам еще покажем это, тогда нет. Если это, видимо, какой-то художник и какой-то великий режиссер, и... Ну, типа, кого, вот какому бы режиссеру вы не отказали в том, чтобы поучаствовать в какой-то супероткрым? Я не знаю, я не могу на себя сейчас взять ответственность и сказать вам, что вот ему бы я точно не отказал, там, Дэвиду Финчеру, только потому, что он Дэвид Финчер или там еще кому-то. Я так уже не могу сказать теперь. Мне надо понимать, там, все за, все против. Цитата Оксаны Фандера, она говорит о том, что по-настоящему мудрая женщина не устраивает истерик, не ревнует мужчину, что, особенно если это творческий мужчина, что, по ее мнению, по-настоящему мудрая женщина должна давать воздух и свободу. Вот как в вашей жизни происходит? Вы тоже сторонник этой теории, что все-таки женщина должна давать много свободы, по крайней мере, творческому мужчине? Вы знаете, я, если честно, не думал об этом. Ну, в вашей системе координат, вот вам близки... В моей системе координат на сегодняшний день все замечательно вообще. Все как есть, все прекрасно. Мне не обязательно со своей женой вообще употреблять слова в какой-то момент. Мне достаточно посмотреть на нее, ей на меня и понять мне, что я там неправ или где-то был там еще какой-то. Мне, ну, я и так все понимаю. Ситуации разные бывают, поэтому не всегда нужно что-то говорить. Иногда можно что-то прочувствовать и все. Вы в процессе съемок чемпиона мира встретили свою супругу Диану Пожарскую. На пробах, да. Какое-то время? Ну, вы говорите, что вы подписаны на многие телеграм-каналы. Ну, я подписан, да, как там, значит, что-то парни из читальни, там, какой-то там бюллетень кинопрокатчика, там, какая-то сексуальная тварь. Такие назвать я их даже не знаю. Это все кино, все кинообозреватели. Полгода назад все писали только о вас. Ну, был какой-то момент, что очень много было внимания к тому, что у вас родился сын, что вы, оказывается, тайно женились. А у нас все, что сейчас в нашу эпоху диджитальную делается тайно, оно вызывает еще больше интереса. Это, знаете, как это? Эффект Барбары Стрейзен. Есть такой маркетинговый ход, то, что ты пытаешься удалить или скрыть, оно, наоборот, как бы вызывает еще больше интереса, как американские звезды, которые хотят погасить к чему-то интерес. Они берут и дают какой-то один официальный комментарий, как правило, одинаковый на двух там аккаунтах, да? Да, да, да. И все, и тема закрывается. У вас же, наоборот, была такая история, что все, как бы, вроде бы все отрицают. Диана говорит, нет, там, я замужем. Там, бах, ее муж женится на ком-то. Все говорят, что происходит? И все запутались. Да, ну, там просто не Диана это диктовал тогда, а какой-то клон Дианы, который... Все верили, что это Диана, а это не она сказала, поэтому как бы все подумали, что она... А кто это сказал? Я понятия не имею, если честно. Кто-то, кто вел страницу Дианы. У Дианы нету вообще социальных сетей, кроме Инстаграма. То есть, если Диану там в Фейсбуке есть, это не Диана. Ну, ее нет уж в Фейсбуке, у нее нет страниц там. А люди, общаясь с ней и видя, что Диана там на аватарке, с ней общаются и думают, что Диана им отвечает. Ее нету ни в одной социальной сети, кроме Инстаграма, ее официальная страница с галочкой синей. Только она там. Мы те люди, которые просто not give a shit about, что кто-то что-то говорит или хочет узнать. Мы просто вообще на дзене полном. Нам вообще не важно мнение общественности. Лучше всего с Дианой мы кладем на все кое-что. Мы реально вообще, мы в этом смысле просто, ну, фанаток вообще мастер. Просто. Ну, это потрясающе, как она умеет вообще ничего не слушать, никого не видеть, никого не слышать. Просто делать свое дело и верить в то, что она делает это правильно. И очень много чему я учусь у нее в этом смысле. Она просто спец в этом вообще, мастер. Вы как-то сказали в одном из интервью, я не хочу знать про актера, что он ест, что он носит, какие у него политические взгляды. Я хочу, чтобы он был для меня немножко такой загадкой. Это я взял, да, это я сориентировался на некий, по-моему, ответ на какой-то вопрос Кевина Спейси касательно актера вообще в пространстве. И что это должен быть за персонаж такой. Ну, вы же понимаете, что в сегодняшние времена это не работает. Это в 30-е, когда Грета Гарба от всех скрывалась, ее называли сфинксом, и о ней ничего не было известно. Уже потом, сейчас мы там знаем очень много о ней, и уже сейчас невозможно там это сказать. Не знаю, почему невозможно, с чего мы взяли. А как в наши времена вообще избежать какой-то публичности, чтобы не говорили то, чего нет, ну, как бы сказать там единожды то, что есть на самом деле. Ну, с этим нельзя бороться, ну, тогда скажут что-то еще потом, они же найдут всегда, что сказать-то про тебя. Слушайте, я в такой ситуации расту 31 год, я из семьи такой, вы прекрасно понимаете, там всегда можно было что-то прочитать, узнать, услышать, прореагировать как-то или еще. Я у меня, ну, слишком много я уже всего этого читал, видел, знал, что мне как бы, ну, вообще это неинтересно. Ну, вы сказали о том, что последний год, вот этот год съемки в картине, встреча с женой, рождение сына, вас очень сильно поменяли. Безусловно. Вот что конкретно вот изменилось в вашей системе координат, в вашем, может быть, быту даже? Ну, вы знаете, мужчины вообще, как мне кажется, очень достаточно эгоистичные существа, особенно там мужчина в профессии творческой, потому что ты постоянно думаешь о том, как тебе что лучше сделать, как тебе сыграть, как тебе подготовиться, как тебе там зазерниться, как быть убедительным, как то, как тебе, как тебя, как ты, как что, как я, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Рождение ребенка, оно кардинальным образом вытаскивает твои стремления Что-то больше узнать про себя, понять про себя наружу Чтобы понять о том, как сделать ему, ребенку, комфортнее Как сделать жене комфортнее, как помочь им, ей, ему Как быть лучше, чем ты есть по отношению к ним Тебя это автоматически просто немножко переводит на некий другой уровень сознания Ответственности и других разных прекрасных возможностей, вещей и всего остального Размышлений Когда у меня родился сын, я вообще понял, что на самом деле то, что мы сейчас разговариваем Кино, это все не имеет никакого значения Имеет значение только твоя семья, твой ребенок, который ты можешь держать у себя на руках Который живой, который из тебя состоит И он будет как ты расти, ты будешь его учить, будешь вместе с ним учиться Судорожно бежать в интернет, когда он тебя спросит Почему это дерево так называется, а это называется по-другому В белой студии у Дарьи Златопольской вы много рассуждали о мужской ответственности Меня это очень удивило, поскольку достаточно молодой человек И уже такие фундаментальные серьезные темы, вот мужская ответственность Во-первых, я такие роли играю даже в театре, я и Зилова играю в театре Ермолова И, к примеру, даже если опереться на этот опыт, там вопросы Зилова, которые перед ним стоят в пьесе То есть имея там вроде все, что у человека, у мужчины должно быть А именно работа, семья, любимое увлечение Именно охота, на которую он раз в год уезжает Все равно как бы он не ощущает себя каким-то целостным человеком Поэтому я не знаю, как я до этого мысленно дошел Я просто, наверное, жил жизнью Ходил там на какие-то вечеринки в детстве Разочаровывался во многом в жизни, касательно личной жизни Или там еще чего-то И это все участвовало в моем человеческом становлении Да, так это и происходит Да, да, в принципе, только так это и происходит, наверное Поэтому я многое что понял касательно себя И про какие-то жизненные ценности Исходя из опыта, который я прожил в жизни Но сейчас это ощущение целостности, оно есть? Да, сейчас, безусловно, оно даже еще сильнее С появлением семьи Да, оно еще сильнее Но оно, видите, вы говорили, и тогда было А это давно мы снимали достаточно Потому что не очень приятно, что вы так говорите Но и, безусловно, сейчас, конечно, оно еще сильнее Вы сына назвали Олег Да И он, получается, Олег Иванович Янковский Полный тезка вашего деда Да, да Это такой просто какой-то очень трогательный, мне кажется Да, да, да Это правда трогательный очень А вы бы хотели, чтобы он продолжил актерскую династию Янковских? Я хотел бы, чтобы он сам решал, чем он хочет заниматься Но, безусловно, когда мы так называли Думали, как назвать его То я, конечно, не хотелось верить, что это, знаете, такая некая реинкарнация Потому что мне, на самом деле Учитывая все то внимание, которое Олег Иванович давал мне и посвятил Мне мало было, безусловно Мне бы хотелось сейчас поговорить более обстоятельно про профессию Про роли, про как он работал Но, к сожалению, не удалось Поэтому я надеюсь, что это некая такая реинкарнация Как я уже сказал Олег Иванович Но он похож на него еще сильно, конечно Еще это каким-то магическим образом срослось все Вам было сколько? 19 лет, когда его не стало? Где-то так, да, 19-18 Ну да, это еще такая молодость Сейчас бы вы могли бы больше Да, нет, ну я мало тогда, конечно, успел поговорить Но я помню тот день, когда То есть когда я с ним, условно говоря, попрощался Когда я пришел к нему последний раз Увидел его И больше мы не виделись Я помню тот момент, тот день Когда я к нему зашел И он сел на кровать И улыбнулся мне своей широкой улыбкой И долго смотрел на меня Прямо в упор в глаза И потом Лег Я вот в этот момент помню Когда он смотрел на меня Улыбался своей Вот этой знаменитой улыбкой Во все зубы Светлый, добрый Что как будто он что-то мне отдавал Что он мне что-то передавал Через это какую-то энергию Какой-то скрытый смысл Какой-то эмоциональной вещи Я чувствовал эту связь Больше мы с ним не виделись После этого Вообще актеры очень люди Суеверные И что одна из его последних ролей Она же была такой очень Царь? Да Что ему пришлось там Ложиться в гроб Для того, чтобы На съемках А это очень считается для актеров Ну такая история Многие избегают этого А он чуть ли не благословение Брал у Алексия На то, чтобы это произошло Если это такая некомфортная история Не, я просто, если честно, не знаю Я раз зашел разговор в ту сторону Я просто не в курсе А у вас есть вот это актерское Суеверие какие-то Что вот этого лучше не делать Вот так-то лучше не... Ну какие-то вот Если текст упал на него сесть Вот как-то автоматом так происходит Надо сесть и встать вместе с ним Если относиться к этому Как к некому суеверию То ты это суеверие Значит, тащишь в свою жизнь Ты притягиваешь некое суеверие Мне кажется, к этому Стоит относиться как к игре Ты же представляешь, когда Когда ты маленький Что ты там рыцарь А рыцарь может погибнуть за принцессу В схватке с драконом Ну ты как ребенок веришь, что ты это рыцарь И что ты победишь дракона У тебя нет возможности проиграть Потому что принцесса тебя ждет Так же и здесь надо, мне кажется Ну это для роли Ну гроб, не гроб Не знаю Я повторюсь нас насчет ситуации Того, что вы рассказали Не в курсе Но мне кажется, надо проще в этом быть Играть в это во все И относиться к этому легко Проще, легче, выше, веселее Как Станиславский говорит Про ваш главный Ну, мне кажется, главный, да? Вы его считаете, чемпионом мира Главным фильмом сейчас В своей творческой биографии? Касательно чемпиона мира Я могу вам сказать, что я очень доволен чем-то даже Что я горжусь некоторыми сценами Корону вот сюда Положите и домой Ну опять же, здесь спасибо большое, надо сказать, режиссеру фильма Алексею Сидорову Очень мало Ну там это было То есть я прямо работал с режиссером И режиссер работал А как сейчас бывает в кино в основном? Ну часто бывает Во-первых, это всегда нехватка времени Постоянно То есть ты, ну Все время все Помимо актера Еще вот надо поставить правильно Свет, звук Там не готов объект Надо что-то там доделать Это всегда стресс Дикая спешка постоянная Потому что смена большая Сцены много И не всегда есть ощущение того, что ты не на конвее Но вот на этом фильме Это был абсолютно не конвейер Когда я брал в руки разрезку на сегодняшний день И видел, что мы снимаем в день 2 минуты 3 Для меня это был праздник У меня разрезка часто на один день Разрезка это то, что мы сегодня снимаем Я понимаю, что я сегодня играю лишь 2 минуты 3 И мы за 12 рабочих часов способны спокойно это проснять Я способен набрать свою лучшую форму За определенное количество дублей на мастере Я могу в неправильную сторону пойти Я могу потом найти что-то целостное Честное, правдивое И в эту сторону двинуться Мы это закрепим и будем укрупнять И из этого родится сцена Очень часто бывает, когда что Ты снимаешься, ты не 2 минуты 3 в день снимаешь Ты снимаешь 7, 10 И от этого быстрее смена летит Все, никто ничего не успевает Быстрее, быстрее, быстрее Надо снять завтра, все, денег нет Быстрее От того и результат такой плачевный Вы говорили в нескольких ваших интервью На тему этого проекта Что он для вас был очень сложный И даже довел вас до нервного срыва Да, это правда Я даже не поехал, не пошел на премьеру Фильма «Огонь» со своим участием Настолько у меня было сложно и тяжело Я натурально не мог воспринимать себя Вообще ощущать себя, свою кожу Свою личность А уж чего уж там говорить о том Что идти вечером на фильм со своим участием И смотреть на себя еще на экране То я не мог вообще В этом я просто остался с женой дома С чем была связана Вот основной этот надрыв Это то, что вы пытались Я не знаю, настолько вживались в образ Что просчитывали какие-то, не знаю, там ходы Истощали себя комбинациями Пытаясь думать как шахматист или что? Поймите, я человек другой природы И роль, которую я сыграл в фильме «Чемпион мира» Она кардинально отличается от всего того, что я играл раньше То есть там действительно зрелая мужская роль Прожив эту роль, сейчас я уже, конечно, другой человек Но на тот момент, когда я снимался в этом фильме Параллельно я снимался в кинокартине Владимира Мерзоева «Топи» Который мы снимали в Белоруссии во времена протестов Еще тогда ковид только вот начался И там играл раково-больного, был худой И роль была больше скреплена со мной Я больше понимал про ту роль Про роль Дениса из сериала «Топи» Чемпора Анатолия Евгеньевича Карпова А вы «Топи» смотрели? Да Митя написал очень тяжелую штуку Ну да, это не для слабонервных Но она очень тяжелая Она экзистенциональный трип, какое-то путешествие В недры человеческого разума, человеческой души Там нужно было играть человека, который совершенно не законтачивал Ни с природой, ни с женщиной Не знаю, у нее семьи нет, друзей особо нет Это такое прям как, не знаю, как вязкое болото Смотреть-то тяжело, а играть я не знаю Ну это да, было трудно Мы с Тихоном Жизневским постоянно, как нам казалось, приоткрывали ворота Заратустра Заглядывали туда, в эту бездну темную, черную Закрывали дверку уже немножко другими Нам казалось, что мы действительно можем что-то в не то измерение выйти Это сложно очень было Ну как бы, в смысле, по-рабочему сложно Не то, что кирпичи грузить и 12 часов на морозе И там, да, ну по-актерски чисто входить в эти ворота, это сложно И параллельно пришлось это играть еще Анатолий Евгеньевич Карпов Ездить туда-сюда на машине ночью, потому что поездов не было, самолетов не было Напряженные были отношения между странами Но тем не менее играть Анатолия Карпова оказалось сложнее Задача стояла передо мной играть холодного, расчетливого убийцу Тут просто важно объяснить Фильм рассказывает об одном из главных противостояний в истории шахмат Корчной и Карпов И несмотря на то, что основным, так скажем, соперником Карпова считается Гарри Каспаров Они как два величайших гроссмейстера всех времен и народов Я понимаю, почему взяли именно историю с Корчным Потому что она драматически сложнее Они же были друзьями Да, да Карпов поручился за Корчного в свое время перед партией Потому что Карпов был обласкан властью Он был очень системный, рациональный, спокойный человек Который был всегда у любой власти на хорошем счету Да, да, так и есть А Карчной был антисоветчик Который сбежал после одного из турниров в Амстердаме в 1976 году Он сбежал из Союза И они уже встретились, когда боролись за звание чемпиона мира Бывшие друзья в статусе врагов уже непримиримых И Корчного даже советские газеты, телевидение не называли по имени Только противник Карпова, соперник Карпова Даже сводки о том, что в космосе происходит, отошли на второй план Это был матч, матч века его называли Весь мир был тогда прикован к экранам Все следили за этим матчем Потому что, по сути, столкнулись две идеологические системы И все противники советской системы, так скажем, болели тогда за Корчного Вдруг кто-то не знает, чем закончился этот великий матч Мы не будем спойлерить, так скажем Википедия.ру Вы встречались с Анатолием Карповым? Да Для меня, в первую очередь, при встрече с ним важно было, чтобы он благословил меня Так скажем Он благословил? Ну, конечно А как? Что ему оставалось делать? Я уже снимался в тот момент У меня уже было пару смен Мы очень тепло поговорили И мне все пугали тем, что Анатолий Евгеньевич стена Ничего не расскажет, не скажет Ни в коем случае, ни за что и никогда В итоге мы проговорили полтора часа Он очень многое, что рассказал полезного, важного Мы обнялись, подержали друг другу за руки Я попросил его походить по доске фигурами Посмотреть, как он работает руками, как он ест их Принято считать, что вообще гении, они такие вот скорее, как Гарри Каспаров Эти нервные, непростые, многоконфликтующие с кем-то, неудобные системе А Карпов абсолютно другой человек То есть он всегда очень системный, логичный, рациональный И вообще такие люди, ну, как правило, считается, что образ гения, он немножко другой А здесь человек, который, по идее, ассоциируется больше с трудягой Нежели вот с человеком мегаодаренным Хотя Карпов, безусловно, абсолютно гениален Конечно И он сам говорит о себе, что он абсолютный трудоголик И он не верит вот в этот талант, который вот как божественный дар Он считает, что вот надо только пахотой и какими-то вот серьезными, такими проработанными Историями и работой с собой самим Да, 90% работы над собой, вкупе, в совместимости Тогда могут родиться какие-то высокие вещи Но есть у него какие-то слабости? Когда смотришь документальные хроники, что он абсолютно какой-то неуязвимый, непробиваемый человек Да, 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 так действительно и было Он даже на премьере после фильма вышел на сцену и сказал, что вот шахматист – это такая невидимая субстанция внутри Что очень сложно вообще, наверное, и в кино играть шахматиста Потому что ты никогда не должен ничего показывать противнику Ты должен быть все время как стена, закрытый То есть если вы сейчас пошли и поставили мне шах И там скрытый мат через ход два Я не должен как бы это увидеть многозначительно на доске И посмотреть на вас, посмотреть на доску И понять, что мне капсдец Это все наоборот очень по-другому То есть ты видишь, понимаешь Какие ты делаешь из этого выводы Для тебя все это очень обычно, обыденно Выход из ситуации нужно искать, не показывая о том, что ситуация для тебя критическая Так всегда Ну, по крайней мере, у Анатолия Евгеньевича его характер И его индивидуальность, она такова Поэтому он сказал на сцене, что очень сложно и вообще правильно всегда, когда шахматист не показывает в действительности свои чувства, свои ощущения Либо от партии, свою уязвимость Он должен действительно быть очень таким уверенным, идущим к цели, зацикленным на победе Главная работа шахматиста – это работа над тем, чтобы обуздать самого себя Безусловно, конечно, да И фильм про это, кстати Абсолютно про то, что вы сейчас говорите Обуздать себя Победить себя Правильно расставить приоритеты в жизни, в игре Тогда все может случиться Еще очень много говорят о том, что вот то время было, большое, великое время шахмат Когда шахматы были не только набором каких-то стратегий Но когда это был, в этом была вот именно игра Сегодня, когда компьютеры серьезно, можно сказать, убили эту игру Потому что, по сути, да, вот шахматная доска И из миллиона вариантов надо выбрать тот ход, который предрешит и следующий ход, и ход за ним И ты думаешь, как в этот момент, что происходит в голове противника А здесь компьютер уже сам подобрал варианты, и по большому счету все ходы уже известны И можно там сейчас все предугадать Там миллиард, вы знаете, да, я сам был в шоке, когда узнал, что вроде кажется удивительным Потому что клетки все 64 Ну, вариантов миллиард Соответственно, всегда считалось, что играть в шахматы, но на высоком уровне На таком бытовом уровне, там, конь ходит буквой Г, ну, каждый сыграет А вот именно вот на таком высоком уровне могли люди только, ну, во-первых, неординарные Это с невероятным интеллектом, памятью, эрудицией То есть это всегда была интеллектуальная элита Конечно И почему шахматы считаются спортом? Несмотря на то, что это сидячий вид спорта, но там тратится такое количество калорий Жалко, что мы с вами сейчас не играем Классно было бы, если бы у нас доска была, и мы с вами параллельно, вот, обсуждая все эти насущные вопросы, играли бы в шахматы, вот Это было бы очень интересно Вас, кстати, натренировали, с вами работали же специалисты Ну, мы как раз бы это и проверили Все партии, которые мы выучили к фильму, это все реальные партии Виктора Львовича и Анатолия Евгеньевича Ну, вы их заучивали? Мы их заучили А вас учили, ну, просто хотя бы, чтобы вы вжились в роль, каким-то комбинациям шахматного Это комбинации есть Ну, я имею в виду, что игровым комбинациям, которых не было в реальности в этой партии Чтобы вы, чтобы у вас мыслительный процесс таким образом был И поэтому хочется поблагодарить Дмитрия Ивановича Олейника, Даниила Дубова, Шахматную Федерацию России, потому что они очень помогали нам Помимо этого я учился еще сам, я читал книжку «Сто великих шахматистов», смотрел документальные фильмы, я скачал программу «Мастер-класс» Параллельно я смотрел все фильмы, которые есть на эту тему, увлекся, очаровался абсолютно фигурой Бобби Фишера «Ход королевы» смотрели? Конечно, да, да, да «Ход королевы» вышел в тот момент, когда я с ковидом свалился И мы с женой его за локдаун этот, это во время съемок, кстати, было Я смотрел ход королевы, ревновал очень, потому что у них там все так классно, очаровательно сделано И сам тоже играл на доске с женой, сам играл сам с собой Играл по книжке «Сто великих шахматистов» Раскладывал сам с собой партии Морфи и Андерсона, партии Таля, партии Фишера, Спаскова Это же не просто была игра за звание чемпиона мира Это же была, по сути, идеологическая, большая политическая борьба И это было очень важно для Советского Союза, так и для Западного мира, кто победит в этой истории И ничего не говорил о том, что, может быть, ему было страшно, потому что на него такие надежды возлагали Нет, я знаю только то, что он играть хотел, как мне и Дубов рассказал, и сам Анатолий Евгеньевич Вообще, по-моему, он этому не продавал особого значения Может быть, внутри у него и кипел ураган эмоций Он любит, насколько я знаю, в бильярд поиграть И в шарики на телефоне по лопте ему нравится И в шахматы Главная задача – выиграть во всем То есть его мозг устроен так, что ему постоянно... Играть, играть, победить, выиграть, да Насколько я знаю, опять же, может быть, был бы он здесь, Анатолий Евгеньевич Он бы сказал, нет, Иван, ты не прав Говорят, что великих людей отличает не только то, как они выигрывают Но то, как они проигрывают Вот как проигрывал Карпов Это же как в теннисе, знаете Турниров за сезон 40 Может быть, даже больше Но ты не можешь все выиграть 40 турниров Ты на какой-то не поедешь С какого-то снимешься Ну, на большие шлемы там, если ты там первая Первые 50 игроков лучших турниров Ты обязан ездить там Если ты уровня, как Новак Джокович Или как Роджер Федерер Ты будешь подряд их брать Но где ты проиграешь в финале Там придет Данил Медведев И наши тебя остановят и поставят на место Невозможно все выигрывать И действительно, момент того, как ты встречаешь поражение Это очень много можно сказать о настоящем чемпионе У меня возникло ощущение, что будучи в хороших отношениях с властью С любой Он в этом очень, как сказать, может быть, даже честен То есть это не приспособленчество Мне кажется, что ему это действительно откликалось Отзывалось и продолжает Отзывалось, что он как бы в этом абсолютно органичен Вот у вас было такое ощущение, что это не история про то, чтобы приспособиться Это история про то, что он правда так думает Да, да, да Он вам какой-то фидбэк дал после премьеры? Да, вы знаете, он был в восторге И жена его была в восторге Он подошел ко мне и рассказал про историю того, что он Я не помню в каком году, в 90-х, что ли, или в 80-х, в поздних Подарил моему деду шахматы в мастерской Карпова На что я ему рассказал историю О том, что эти шахматы, в свою очередь, бабушка мне передарила На день рождения прошлый, на 30 лет И тут у него сошлось все И у меня тоже, я был счастлив Это шахматы, которые он подарил Олегу Ивановичу Огромные шахматы, мастерской Карпова Так называемой неваляшки Они сейчас стоят у меня в комнате И они вернулись ко мне Бабушка мне их передарила Ну, это, мне кажется, какая-то магическая история Вообще, да, так очень символичная Да, да Плюс кастинг, вы хабенский Плюс вы на съемках этого фильма встретили свою супругу Да У вас родился ребенок Ну, тоже такая красивая история Которая... Это самое важное, вы знаете На самом деле, вот важнее этого ничего не может быть Фильм, отношение к фильму Ну, то есть то, что у вас личная такая Да, это самое главное То есть я вообще все задачи выполнил, на мой взгляд Получается, мне кажется, что даже помимо того, что это ваша личная история Несмотря на то, что вы как бы так всегда лично храните Я берегу это все, да Ну, так или иначе, мы в такое время живем Когда эта личная история, она как бы очень и подогрела интерес в том числе, да, к этому фильму В этом, не знаю, мне кажется, ничего плохого нет Ничего нет плохого Не хочется уж как бы в эту тему, поскольку вы ее оберегаете Глубоко погружаться, ну, хотя бы, может быть, пару слов Вот какая Диана Пожарская, жена, женщина Целостная, мудрая, спокойная, не суетящаяся Правильно расставившая приоритеты Абсолютно не похожая на актрису, привычное понимание В тот момент, когда ты все-таки понимаешь, что смысл жизни не в этом Не в том, чтобы вот на тебя смотрели На экране или еще где-то Это все-таки, ты понимаешь, что смысл жизни все-таки в каких-то других вещах И она это прекрасно понимает Чувствует эту территорию Психологически очень правильно чувствует жизнь При всем при том, какая она, ну, замечательная, прекрасная, светлая, добрая Она жизненную фишку эту сечет Если говорить вот о какой-то идеальной ситуации Вот какие проекты вашим вкусовым параметрам соответствуют на 100% Где бы вы, в каких бы вы хотели принять участие Вот если представить, что возможно все Хоть Содерберг, хоть кто Что бы это был за идеальный проект Пол Томас Андерсон, мой любимый режиссер Благодаря которому вообще прошел в профессию Посмотрел фильм «Нефть» в 2008 году, если я не ошибаюсь, в 2006 В каком-то там Вас поразил именно Даниэл Дэй Льюис Да, меня поразил, да, именно Это актерская работа в кинотеатре Я посмотрел в европейском с моим другом Я был тогда просто поражен наглухо Вообще не видел фильма в этом фильме Мне казалось, что я просто посмотрел какую-то документалистику жизни Я вообще не знал, что такое капитализм тогда И что за персонаж передо мной Но это желание поглотить все вокруг себя Поразило меня, как артист это делал И тогда, наверное, я как-то понял, что я бы хотел Попробовать Попробовать заниматься этим То есть даже не роли великого деда Не Янковский, а Даниэл Дэй Льюис Повлияли больше на ваши выборы Вы знаете, как ни странно, да Я смотрел, естественно, все с Олегом Ивановичем И спектакли все, и фильмы Но это дедушка Все равно ты, это дед, это семья Никто сейчас не, правильно меня поймите Не сравнивать по мастерству двух великих артистов Естественно, у меня все это производило впечатление Поражало меня Я это несколько раз еще смотрел То есть я был маленький, смотрел это, пересматривал Меня опять показывали и в Новый год, и дальше И все время я жил в этом, жил, жил, жил То есть сейчас смотря это, я удивляюсь мастерству Но когда в раннем возрасте ты это смотришь Ты воспринимаешь это как данность Что вот твой дед, он артист, великий артист на экране Его все любят, знают, он величайший один из И ты как бы, да, хорошо, смотрим Да, да, ну, да Сейчас, когда я вырос и сам этим занимаюсь Я, конечно, понимаю ценность всего того, что дед после себя оставил Потому что сравнивать нынешнее кинопространство и время То есть я не думаю, что там меня не станет И вот эти фильмы, которые я сейчас сыграл Они останутся в памяти зрителей настолько Что вот этот фильм произвел какую-то революцию в сознании Но те фильмы, те фильмы, они особняком стоят для зрителей Действительно, и мастерство колоссальное Человека, артиста, который вообще этим, по идее, начал заниматься Не хотел, но так вышло Наверное, вы знаете эту историю про то, что его брат Брат, да А потом он пошел по той же фамилии учиться Это, конечно, все прям не может не восхищать Поэтому, безусловно, конечно, дед Но на меня очень много повлиял Де Ниро Потому что дед очень часто мне о нем рассказывал О том, как они дружили, как он восторгался, любил его Как они друг у друга учились многому Благо, мне посчастливилось познакомиться с Робертом Де Ниро в 2009 году В 2008 еще Про проекты, которые вы посмотрели из недавнего и подумали Как круто это сделано Ну, наверное, не смотри вверх, а Дэма Макея С Леонардо Ди Каппера, с Женнифер Лоуренс Про комету Мне кажется, что это очень здорово сделано И это очень правильно попало во время Как зеркало показывает зрителю, человеку о том, в какое ужасное время мы сейчас живем И вообще, что у нас в голове, чем мы дышим В какую сторону мы вообще развиваемся, двигаемся Насколько это все печально и ужасно А есть амбиции что-то вот там снять, на Западе, в Голливуде? Есть, конечно, безусловно Я буду рад такому предложению Но я вот не... Я слишком ленивый, чтобы сам себя, вот знаете Толкать туда Вот смотрите, какой я, вот мой шоуриил Я не умею себя продавать Что очень важное качество в современном мире для артиста Уметь себя продать Снять шоуриил Поездить по фестивалям Показать, что ты знаешь язык Показать какой-то открытый, светлый, добрый Как ты все можешь И, значит, как ты понимаешь иностранную культуру Саша Кузнецов, к примеру, блестяще владеет этим ощущением И Гриша Добрыгин А я просто не умею Мне сложно очень Мне вообще даже сложно сейчас сидеть и разговаривать о себе А если бы еще продавать себя Ой, смотрите, пробиваться туда Нет, я вообще подумал так Если я здесь кому-то нужен буду То и там обо мне услышат, узнают И пригласят попробоваться Я так решил Может быть, это какой-то миф и заблуждение Мне показалось, что так тоже возможно Естественно, у меня детское желание-то есть Я вырос на этих фильмах И на европейской классике И на американской Безусловно, мне бы хотелось А языка хватает? Языка, надеюсь, что хватает Но я не пробовал еще Вообще, я, в принципе, свободно знаю английский язык Я много времени провел В лагерях в Калифорнии? В лагерях Имеется в виду в детских В лагерях, да Хотел сказать, пионерских В новом господине Калифорнии Нет, я был и в Артеке Но я много был в лагерях, действительно, там В Лос-Анджелесе Я был в нескольких сменах В нескольких лагерях С разницей в пару лет я провел много времени И вообще, я впитал много западной культуры в то время Вообще, то есть, мое романтичное понимание профессии Оно все-таки немножко западной структуры, а реальность она не такая Мне кажется, надо немножко объяснить, чтобы наши зрители поняли Когда вы были ребенком, вас родители отправляли в США Да, меня отправляли туда в связи с ситуацией, которая была на тот момент семейная Я проводил там лето, да И как бы, чтобы просто не жариться на солнце, на пляже и еще что-то делать Меня отправляли в лагеря, чтобы я учил языки И вообще как-то понимал, где я, что я Бабушка моя считала, что это очень правильно и полезно Будет знать язык, и как-то это поможет в жизни И все это очень, на самом деле, стало узким кругом, видите Вы имеете в виду, что в Канны, если поехали, например, там кого-то заметили, увидели Да, безусловно, такое может случиться очень сейчас в нынешнем мире очень легко Ну вот а с кем из наших актеров такое произошло? Вот Саша Кузнецов снимался в «Фантастических тварьев» В «Гарри Поттере», насколько я знаю Юра Колокольников снимался у Кристофера Нолана в картине «Довод» Помимо этого он снимался в «Игре престолов», играл объемную, большую роль Потом с Райаном Рейнольдсом у него блестящий, веселый фильм «Телохранитель киллера» Да, ну и «Снегири», «Снегири» играла Юля Снегири, Павла Соррентина снималась С русскими какими-то графистами, с артистами, по-моему, все замечательно Как никогда Есть актерские клише, которые даже вот такому неопытному, непрофессиональному взгляду зрителей типа меня видны Вот когда там либо претенциозность излишняя, пафос какой-то Знаете, как интервьюеры, есть такие, которые вот так вот сочувственно кивают Ну ты чувствуешь, что в этом немножко какая-то фальшь Подключения нету никакого Да, чувствуется Либо же такие с прищуром таким «Чай Крым», которые тебя начинают там пытать Да, да И также в актерской вот этой истории есть вот определенные клише, которые выдают все-таки Ну такую игру, она может быть невооруженным взглядом не так видна, но видна Вот какие это интонации, которые для вас вот признак того, что это сыграно, ну некачественно, так скажем Вы знаете, я вообще очень благосклонный зритель на самом деле, очень доброжелательный Я стараюсь всегда только хорошее замечать Иногда можно не обладать особым мастерством, выехать на таланте на одном А иногда, как говорят многие педагоги, если обучить правильным техникам, то в целом в кино Как опять же, ссылаясь на Машкова, потому что недавно его снимал Он говорит, в кино в целом с 20 дублей хорошо сыграет практически любой, а вот в театре сложнее Наверное, он прав, я вообще, если честно, вот не знаю никаких техник Я до сих пор никогда не знаю, как я буду что играть, я вам честно скажу У меня нет какой-то вот дверки, которую я открою, как сундучок Оттуда возьму некие идеи, и эти идеи будут всегда со мной работать, и они будут правильны Потому что под каждую роль, наверное, всегда это разные сундучки Но вот всецело, чтобы вам точно сказать, что есть какая-то методика, я не могу Есть интуиция, наверное, все-таки какое-то чутье Когда ты кожей ощущаешь правдивость момента, ситуации, партнера Точно понимаешь персонажа, и можешь из этого уже как-то взаимодействовать То есть действовать Самое правильное, что в театре, что в кино, это действие Ты всегда действуешь Люди живые, они всегда чем-то заняты Даже когда они просто сидят и читают газету Они все равно, что-то у них в голове происходит помимо этой газеты Помимо новостей, которые они читают Можно каким-то хорошим образованием актерским, какими-то техниками Может быть действительно какой-то ровного, какого-то результата добиться Ну вот, например, как Олег Янковский молчал иногда в кадре Да, он умел выразительно очень молчать, действительно, это правда Причем есть же какие-то техники, которые имитируют вот этот умный взгляд Как в фильме тот самый Мюнхгаузен, когда умное выражение лица еще не признак ума Да, улыбайтесь, господа Да, да, надо опять же проще, легче, выше, веселее все делать И в кино, и на сцене Это все-таки не математика какая-то Все-таки наша профессия, она, это игра Это, как сказал тоже Серебряков Дудя Это не хирургия, никто не умрет, слава богу Я хотел бы работать больше с авторами Я хотел бы больше сделать упор на авторское кино Потому что, к сожалению, меня меньше стали звать на авторские картины Хотя изначально я как артист планировал, что я не буду вылезать из авторских фильмов Для меня мечта всегда съездить со своим фильмом, где я сыграл на Европейский кинофестиваль Поделиться этой картиной со зрителем европейским, с кем-то познакомиться тоже, конечно, мне очень хотелось бы А так вышло, что вас сейчас больше в такие масштабные, большие заводы, проекты? Ну нет, но я тоже, опять же, по системе некой Один проект я стараюсь для себя, другой проект для зрителя, большой фильм Мы, кстати, с вами про театр что-то не разговариваем Вам не интересно? Нет, интересно, у нас просто формат интервью Ой, мы много о чем не разговариваем, что не помещается Буквально одно слово было про то, что вас не взял Серебренников Ну это да Когда вы поступали Кстати, он прекрасно знал, кто вы Да, конечно, знал Слушайте, все правильно он сделал Реально Я ничего не могу сказать Правильно, я как бы непонятно, в какой ситуации был бы я сейчас Сидел бы я вообще перед вами, если бы я к нему поступил То есть как бы эта мультивселенная нам неизвестна Если бы я поступил, проучился там, какой бы я был сейчас человек Я не знаю Мы лишь с вами можем знать, какой я в действительности Поэтому я не поступил Проучился у Владимира Андреева год «Царство ему небесное» Это один из первых мой мастер Потом я поступил к Сергею Васильевичу Жознавачу на решфак И теперь сижу перед вами уже тем, кем я являюсь Ну вы, да, вы часто говорите о том, что его вклад в вашу вообще карьеру, творческую географию Вы считаете основополагающим? Основополагающим, да Есть какой-то актер или актриса Сыграть с которым или с которой для вас было бы вот как-то очень особенно ответственно Какой-то трепет вы бы испытали Ну я очень хотел бы поработать с Юрой Борисовым Юра один из моих любимых актеров русских Я бы хотел с Сашей Петровым еще сняться поработать с большим удовольствием Мне кажется, что мы много чему друг друга научились в фильме «Тексты» Как-то очень теплые, теплые наши взаимоотношения, которые в институте начались Мы же на разных курсах учились просто в одно время, я бы с ним с удовольствием сделал бы еще какой-то фильм С Данилой бы с удовольствием я поработал, я ни разу с ним не работал Поучиться у него чему-то, надеюсь, что и ему у меня Я бы хотел поработать с Сашей Кузнецовым, он бы с удовольствием поработал, поснимался А, с Александром Палем моя мечта еще сняться Те вещи, которые у нас возникали при съемке фильма «Тряпичный союз» и с ребятами Это вообще, мне кажется, такое светлое время было Вот вы когда про авторское кино говорите, вы имеете в виду что-то типа «Купе номер 6», где Юра Борисов снялась? Да, да, это, наверное, безусловно, это, да, наверное, да Ну, не в такой роли, потому что я в такой роли бы убедителен не был, как Юрий Но, наверное, в ту сторону, что-то, да Вот видите, такой, какой успех случился международный, да, у фильма? Да, замечательно, это гордость для страны большая А с родителями вас не приглашали снять? С ним приглашали, немножко страшно с ними Все-таки у нас свой язык есть и как-то вот так Давай, все, мы не семья теперь, а мы артисты Не знаю, я как-то, наверное, это я сейчас так говорю, лукавлю В целом, наверное, не было никаких проблем, если бы мы вместе работали Но все равно как-то это, мне кажется, такое Такая территория немножко очень тонкая А вас же с отцом номинировали одновременно на «Орла» сейчас Да, да И как у вас получается? Вы за него болеете, он за вас? Ну, наверное, да, нет, но я за него точно болею, а он за меня Ну, конечно, нет Это, вы знаете, для меня такая номинация с отцом в один год Это, я сразу думаю о том, как дед и отец Нику получили в один день У меня есть эта фотография на даче, она стоит Как они вместе вот держат Орлов И дед в улыбке, и отец Это, конечно, самое золотое, сокровенное для меня Мне казалось, что вы более такой отстраненный, так скажем, собеседник Но были такие моменты очень искренними Я надеюсь дойти до такого уровня, что интервью не надо будет давать, потому что все, в принципе, понятно Это сказка, некая романтика в моей голове Но вы что, не читали, не смотрели ни одного интервью с Дэй Льюисом после того, как нефть вас поразила? Нет, конечно, я все видел Не все, но в Ютубе, конечно Я много чем наполняю Я думаю, что если меня кто-то вдохновляет, я сразу бегу смотреть, что он, где он, может быть, у ОПРы был или еще где-то Да, но он, это интересно Это он, да, все равно он выполняет промо-задачи Я думаю, что по собственной инициативе это не он идет рассказывать все Ему надо, у него есть определенные обязательства перед студией, перед прокатчиками, перед всем Все равно же мы понимаем, что Дэниел Дэй Льюис не будет, даже если у него есть контрактные обязательства Я четко понимаю, что он не будет там устраивать шоу, как Том Круз, прыгать У кого он был, у ОПРы или у Элленда Дженерис Он был где-то, да, он прыгал там, я помню Ну, он так Дэниел Дэй Льюис не будет себя вести Ну, он другой человек Интересно же все равно, как он себя проявляет Он закрытый очень проявляет То, что я видел, он очень закрытый какой-то Ну, и даже за этим интересно же понаблюдать, если проникнуться Его же многие кинокритики несколько лет называли чуть ли не главным Актером современности Ну, я так и есть, наверное, да Не, ну, прям воплощение киногении, мне кажется Если можно так пафосно сказать Это, мне кажется, то, куда следует стремиться По погружению и вообще по ощущению Профессии в себе Ну, у вас хорошие ориентиры Мне кажется, это тоже говорит и о вкусе, да Творческой избирательности Вот я вам очень желаю в этом направлении Быть себе верным Потому что это очень классное, на мой взгляд, качество Ну, и желаю, конечно же, прокатного успеха Вашему фильму «Чемпион мира» Как Бог решит, так и будет Как Бог решит, так и будет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!